Всем привет! Это 21 век, я Саш Сериков, и сегодня у нас на обзоре, наконец-то, Apple Watch 7. Я поделюсь с вами опытом их использования, потому что у меня были все модели с самого начала, и расскажу, что мне в них нравится, а что не нравится. И обзор смотрите у нас на YouTube-канале. Вот коробочка я буду распаковывать, кстати, и за этот год я распаковываю уже третий раз Apple Watch 7, и многие жалуются в интернете, что, мол, упаковка слишком сделана дорого-богато. С ума сойти, ребята! Бумага эта дорого-богато, ё-моё! Мне нравится, я, в конце концов, некоактивист, поэтому меня все устраивает. Пластик они убрали, напомню, что раньше это все было сделано в пластике. Вот такая у нас коробочка, здесь у нас куча Apple Watch нарисованы, и коробочки, на самом деле, внутри две. В одной хранится сам девайс, сами часы, а это дополнительный ремешок, там их два комплекта, на большую и на маленькую ручку. Кстати, ходят слухи, что следующее поколение Apple Watch будет уже с другим дизайном, ну, знаете, как iPhone, типа 12-13 с плоскими гранями. Так что, возможно, что это у нас последнее обновление в таком полукруглом виде, и, кстати, дизайн, на самом деле, шикарный. Вот такой дополнительный чехол, тоже, кстати, бумажный, в котором хранится сам девайс. Это не просто графитовый серый или синий, это у нас Midnight, то есть полуночный черный. И очевидно, что ремешок будет идти абсолютно в таком же цвете, он будет просто черный. Блоки зарядки уже никто давным-давно не кладет, есть только кабель зарядки, немножечко макулатуры, всякого такого-то интересного. И кабель у нас, конечно же, Type-C, поэтому заранее подготовьте, чтобы у вас был блочок именно для Type-C. Все, здесь нас больше ничего интересует. Давайте же соберем сами часы и посмотрим, как они выглядят. И у нас сегодня есть чем сравнить. У нас есть семерка в синем цвете, есть шестерка Nike в черном цвете, и вот эти вот тоже, семерка My Night Black. Уф! Поехали! К слову, самая удобная установка ремешка в мире, которую я видел, она на Apple Watch, потому что все, что нужно сделать, это всего лишь делать вот так. Раз и два. Все. И чтобы их вынуть, тоже нажимаем сзади специальную кнопочку и просто их вытаскиваем. Все, ничего больше делать не надо. Причем, что любой ремешок, который вы не купили, он фиксируется именно таким способом. Но вот на руке уже их надеть уже сложнее, к этому надо немножко привыкать. Это я уже привык делаю быстро, за столько-то лет. А вообще, да, перво мы продеваем на нужную вам штучку, вот крепим, да, нужное расстояние, а потом вдеваем его внутрь. К слову, это тоже своего рода защита, потому что уличные воры-карманники, они не смогут их незаметно снять с вашей руки. Это уже проверено. Дизайн у Apple Watch 7 практически ничем не отличается от всех остальных моделей Apple Watch за все время существования. Вы издалека даже не поймете, где здесь шестая модель, а где седьмая. Он по-прежнему такой же надежный и ладненький. Хотя нет, еще более надежный и более ладненький. Потому что компания Apple утверждает, что здесь стоит стекло на 50% прочнее, чем предыдущее. То есть у него на 50% больше защиты от царапин и расколов. А все дело в том, что здесь стекло совершенно другой формы. Оно просто по-другому стоит, да, другой формы, поэтому менее подвержено повреждениям. Хотя, если честно сказать, я носил все Apple Watch'и прям с первой модели, и никогда у меня не было проблем с тем, что какие-то часы разбивались. Может, я просто аккуратный. Так вот, часы на самом деле надежные. Вот, посмотрите, новый Apple Watch, который мы только что распаковали. А вот мои, которые я ношу уже ровненько полгода почти. И они в абсолютно такой же форме. Ни царапин, ни трещин, ни потертостей. Все прям классно. Только немножко грязюки. Осталось, надо их помыть. Кстати о помыть. Защита у них IP6X. То есть в них можно и под воду погружаться, и они защищены от пыли. Сложно сказать, насколько эта функция работает, потому что в наших широтах песчаные бури не слишком сильно распространены. Хотя давненечко я не ездил собирать картошку. Мы же все-таки в Беларуси живем. К слову, у нас доступны часы в черном, белом, зеленом и синим цвете. Черный, конечно, самый классический. Синенький повеселее. Но я считаю, что вот эти вот, например, два цвета, они очень удачные, потому что их можно надеть под что угодно. Под костюм надеть, под спортивный костюм. И все это будет выглядеть классно. Ну, а разнообразие ремешков просто гигантское. Поэтому выбирайте себе любых расцветок. Благо, все это есть на 21 веке. Самое принципиальное отличие Apple Watch 7 от предыдущих моделей, например, шестерки, это экран. Здесь он 1,9 дюйма, а здесь он 1,78 дюйма. Визуально это не очень заметно, если вы берете их по одному. Но когда вы вместе включаете две пары часов шестерку-семерку, на мой взгляд, прям разница значительная. Мне кажется, что экран больше примерно на 30-40%. Но это только по ощущениям. И, к слову, это самый большой экран из ныне представленных смарт-часов всех моделей. Например, у Samsung Watch 4. У них экран 1,4 дюйма. И это самый большой топовый девайс у Samsung из часов. А у Huawei 1,43 дюйма. И это тоже самые большие часы. То есть больше экрана, по факту, нет ни у кого на сегодняшний день. Да-да-да, я знаю, что вы скажете, что и в Huawei, и в Samsung они круглые, поэтому меньше экран. Но, друзья, как бы это не отрицает того факта, что здесь полезной площади больше. На той же клавиатуре удобнее что-то набирать. Но, с другой стороны, с них также можно потреблять контент. Это очень удобно. Можно смотреть фотографии, которые присылают. Даже листать в соцсети. Какие-то там видеоролики. Это все реально отображается. Ну и, конечно, все же знают о волшебнейшей функции Apple Watch. Только посмотрите, на часах есть функция, которая просто показывает то, что вид камеры вашего телефона. Это просто идеально. Ни в одних смарт-вотчах такого бесплатно попросту нет. Шпионская фича. В общем, дисплей большой. При данном корпусе не кажется огромным, а кажется прям как надо. Стильный, модный, молодежный. Но все почему? Очень тонкие рамки. И мне, как эстету и ценителю, это очень нравится и очень приятно. И они вполне себе нормально сидят на руке. Даже на женской. Серег, дай свою руку. Хотя на самом деле для девушек с хрупкими тонкими руками или для детей есть версия поменьше. И, разумеется, еще одна функция, которая прям классно перекочевала из шестерки, это Always On Display. Это очень удобно. Почему? Потому что можно использовать часы, как часы. Хей! То есть, смотрите, вот сейчас часы на самом деле выключены. То есть, по факту, они в спящем режиме. Я переворачиваю руку, и они уже загораются другим цветом. И на самом деле ощущение, что Always On Display в семерке стал ярче, чем в шестерке. Хотя это не ощущение, он на самом деле стал. Вот они выключены, вместе мы видим, что семерка светит ярче. Любит компания Apple похвастаться процентами, так вот они говорят, что в спящем режиме ярко стало больше на 70%. Ну, не знаю, 70 не 70, но преимущество семерки над шестеркой очевидно. На самом деле функция Always On Display для многих людей очень важна. А поэтому они выбирают себе именно шестерку или семерку. В SE, например, этой функции нет. И, кстати, из-за этого, из-за того, что, допустим, нет возможности у людей купить себе полноценную семерку, а в SE нет Always On Display, они могут реально подумать в пользу каких-нибудь других производителей. На мой взгляд, у Apple Watch есть только один недостаток. Это автономность. И в семерках чудо не произошло. Они по-прежнему живут полтора-два дня. Ну, то есть, если вы куда-то путешествуете, то знайте, что на следующий день они у вас сядут ближе к вечеру. Я уже как-то не привык, на самом деле, я их заряжаю каждый день. То есть, я ложусь спать, снял, положил, с утра встал, надел и пошел. Но есть другие часы, которые живут месяцами и неделями. Да, у них нет такого функционала, но это, конечно, удобнее. Apple. Вставьте, наконец, ядерный реактор в часы. Молю. Но вот за что реально спасибо, это за новую быструю зарядку. Полная зарядка часов. Это буквально меньше часа. Хотя, например, в шестых Apple Watch'ах или в SE'шках такого нету. То есть, нет такого, что вы их там положили на пару минут, они зарядились и вы весь день с ними доходили. А здесь есть. Допустим, вы пошли в душ, позавтракать, кофе попить, поставили их на зарядку на 20-30 минут и все. Они уже гарантированно доживут весь день до вечера точно. Итак, функционал. Вы меня спросите, почему я говорю о функционале в последнюю очередь. А потому что ничего не поменялось. Вот прям ничего. Что было здесь, что было здесь, все одно и то же. И по-прежнему Apple Watch остаются самыми функциональными смарт-часами для города, которые вы вообще только можете найти. То есть, больше функций, чем них, нет вообще нигде. Ну, хотя потому, что здесь можно полноценно, удобно отвечать в мессенджерах. Мы, конечно же, надеемся, что другие производители догонят, потому что нам интересно понаблюдать какую-то конкуренцию и сравнить с чем-то. Но пока ничего на ум близкого не приходит. Ну, а что касается трекинга здоровья, все есть, конечно же. Постоянные измерения пульса есть. Измерения кислорода есть. Есть и по запросу, и есть какой-то свой алгоритм, который я не понимаю. Например, я вот сейчас открыл показать, какой у меня кислород в крови, и он говорит, что сам измерил 12 часов назад, и это было 100%. То есть, он как самостоятельно выбирает время, в которое меряет, и меня это полностью устраивает. Ну и, разумеется, трекинг сна тоже есть. В них вообще есть все, что вы можете себе только представить. То, чего нет у других часов, есть в Apple Watch. Ну и вы же знаете, да, что в Беларуси наконец стала работать ЭКГ какое-то время назад, и вот этого точно нет. Ни в одних других часах нельзя сделать электрокардиограмму сердца. А здесь можно. И при том отправить ее сразу своему врачу. Теперь я просто прихожу в поликлинику и открываю свою собственную очередь на ЭКГ. И что мне, соответственно, нравится в Apple Watch, в том, что огромное количество приложений в App Store уже есть. Прямо с предыдущих моделей они все подходят. Мне, например, не нужно теперь покупать часы и ждать, пока что-нибудь для них интересного придумают. Тут уже все есть. Хотите игры? Вот вам игры. Хотите там всякие калькуляторы, трекеры, чего угодно? Вот вам, пожалуйста, все, что вы можете себе представить. Даже большинство приложений, которые есть на смартфоны, перекочевали и на Apple Watch. Ну, чем, например, пользуюсь я? Вообще у меня автоматически стоит функция, что если я качаю какое-то приложение на iPhone, и оно ездит на Apple Watch, оно автоматически закачивается на часы. Из самых используемых мной, понятно, трекеры здоровья, трекеры для моих там нагрудных пульсоксиметров, шахматы я играю почему-то. Есть у меня, конечно же, приложение для моего автомобиля, очень удобно. Приложение для управления умным домом от компании, которая заканчивается на Mi. Все соцсети, Telegram, Instagram, все, что хотите. Да, кстати, музыкальные плееры вполне себе. Музыку закачивают прямо в часы на пробежке, чтобы не брать с собой телефон. Надел AirPods, взял часы, побежал, все очень удобно. Ну и, конечно же, карты стали очень удобны. Спасибо большое компании Apple. Теперь вот можно спокойно посмотреть свое местоположение. И можно даже не только геопозицию определить свою, но и поставить какой-то маршрут, и он вас проведет по нему. То есть, по факту, я себя ощущаю героем какой-то компьютерной игры, где у меня GPS есть прямо на руке. И еще можно установить умный будильник, который разбудит вас в специальную фазу сна. Ну, вы знаете, да, что мы можем проснуться прям бодренькими, а можем проснуться прям такими... Так вот, часы сами меряют, такие, о, сейчас он проснется бодречком, и будет вас. Вы просто указываете в часах диапазон времени, в который вам можно проснуться, и они сами будут вас тогда, когда надо. По спортивным тренировкам все осталось по-прежнему, как и было. А ведь действительно, зачем менять то, что и так прекрасно работает? Все было хорошо, осталось так же хорошо. Добавилась тренировка Плюс. Это такой прям специальный сервис с видеоуроками, который интегрируется с часами, и благодаря этому трекинг прям здоровья и спорта происходит еще более точно. Он платный, и пока есть только на английском языке, но всегда есть субтитры. А еще я всегда всем говорю, учите языки. А еще я не спел дифирамбу самой кайфовой штуки, которая была придумана компанией Apple. Я, конечно же, говорю об этой фантастической крутилочке управления и о ее тактильном отклике. Это просто нечто. То есть вы просто делаете так, и он тык-тык-тык-тык-тык-тык, и все это отдается вам в палец. Вообще, вибрация в Apple Watch'ах это очень круто. Тот же будильник, который не орет, а просто грамотно вас бж-дж-дж-дж, очень приятно. Все сообщения, которые приходят, это все очень приятно. Я вообще выключил сообщения, аудио, сигналы на смартфоне, и когда мне приходит смс-ка или любая другая штука там в соцсетях, у меня просто часы делают бж-дж-дж, и я такой, хм. Я вообще, в принципе, люблю компанию Apple и их продукты, и эти часы хотя бы за то, что их просто приятно держать. Видно, что ребята загоняются над не только визуальной какой-то картинкой, но и над тактильными ощущениями. Правильные материалы, правильные вибрации, все настолько четко и тонко настроено, что вот, например, в этих часах это достигло своего апогея. Здесь кайфово вообще все, вот каждый миллиметр этих часов это просто кайф. Разумеется, у хейтеров компании Apple другое мнение по этому поводу, но я скажу так, что вы пока не попробуете, вы не поймете. Я когда-то давно думал о покупке часов, я купил себе первую модель, и все, и с тех пор они уже много лет на моей руке. Каждый год беру себе новую модель, и еще ни разу об этом не пожалел. Единственный нюансик, что ты когда со старой модели пересажешься на новую, ты практически не видишь разницы. То есть там изменения по чуть-чуть, но в целом, окинув весь этот горизонт там до второй модели, я вижу, что работа была проделана колоссальнейшая. Я бы назвал Apple Watch 7 прям приятным усовершенствованием шестой модели. Когда они выходили, они не были новинкой, все знали уже чего ждать, и мы получаем по факту то же самое, только с большим экраном и с быстрой зарядкой. И это здорово, потому что все это увеличивает ваш такой пользовательский экспириенс, то есть вам еще приятнее ими пользоваться. Я, честно говоря, не хочу, чтобы компания Apple выпускала следующую модель с этими гранями. По-моему, они выглядят идеально, и они много лет уже выглядят идеально, и еще столько же лет будут выглядеть идеально. Ничего в них, пожалуйста, не меняйте. Давайте оставим все как есть, ведь все и так замечательно работает. И я напомню, что лично для себя я нашел только один единственный минус. Apple, вставьте, пожалуйста, ядерный реактор в часы. Все, это был 21 век, я Саш Сериков. Лечите, пожалуйста, какие часы у вас на руке и хотели бы вы себе семерочку. Продолжение следует...